В России завершается единый день голосования. Выбирают глав региона, в том числе в Москве, депутатов региональных парламентов и муниципалитетов, депутатов Госдумы в нескольких одномандатных кругах. В 25 регионах проходит электронное голосование. Потому что это дело государственной важности. Это мое право. Я выбираю мэра из самых достойных кандидатов. В Москве и Подмосковье, где проголосовать можно электронным способом, уже заявили. Явка аномально превысила показатели предыдущих аналогичных выборов, отмечают сторонние наблюдатели. По их мнению, дистанционное голосование власти могут использовать для подтасовки результатов. Ноу-хау этих выборов некоторым наблюдателям вручали повестки в военкомат прямо на избирательных участках. 13 регионов, где в эти дни проходят выборы, протестные, отмечает российский политолог, специалист в области региональных политических процессов Александр Кынев. Например, речь идет о Бурятии, Якутии и Иркутской области. И нынешнее голосование своего рода лакмусовая бумажка для власти, считает Кынев. Тем временем выборы так называемых депутатов проходят и в оккупированных регионах Украины. Официальной Москве важно сохранить иллюзию нормальной жизни, объясняет российский политолог Абаз Галямов. Они ведь утверждают, что это такие же регионы, как все остальные. Но вот если во всех остальных выборы, а почему здесь не выборы тогда, да? То есть тогда надо объяснять, что там какой-то форс-мажор. А российские власти усиленно делают вид, что все идет по плану, все нормально. Но если все по плану, тогда политический процесс должен идти по плану. В воскресенье российский ЦИК сообщил, что дроны уничтожили один из избирательных участков в оккупированном Запорожье. Пострадавших нет. Ранее сообщалось об атаках беспилотников и на другие участки в оккупированном Бердянске Запорожской области. Официальный Киев отвергает и осуждает незаконные действия России на временно оккупированных частях страны, а Запад назвал российские выборы на оккупированных территориях Украины фиктивными. Россия приняла решение о проведении так называемых выборов на временно оккупированных ею территориях Украины. Это очередное явное нарушение международного права и тщетная попытка России узаконить свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также автономной республики Крым и Севастополя. Отметим, что нынешние выборы последние перед выборами президента России в 2024 году. Ожидается, что кроме Путина в них будут участвовать представители КПРФ, ЛДПР и новых людей. По данным источников «Медузы», близких к Кремлю, власти не допустят регистрации кандидатов младше 50 лет, чтобы 70-летний Владимир Путин не казался на их фоне слишком старым. Кандидатом от КПРФ может стать Геннадий Зюганов. Ему недавно исполнилось 79 лет.